Я задам тебе сейчас очень простой вопрос. Он достаточно прост, но если есть его глубокое понимание, то опираясь на это понимание, можно ориентироваться во всех вещах жизни. Как ты думаешь, для чего был создан окружающий мир? Чтобы проявлять заботу о нем? Близко, но это еще не то. Это детальное проявление того, что происходит в этом мире. А ты чего? Изначально тот, кто создавал все существующие миры, создал этот мир. Почему он создал его таким? Почему он не создал его более простым? Почему он дал всем разные возможности? И почему у каждого в этом мире есть своя задача? Чтобы вы могли учиться, развиваться. Правильно говорить. Но две этих вещи, они стоят в разных порядках. Сначала идет развитие, а потом учение. То есть учение нужно для того, чтобы развиваться, а не ты развиваешься для того, чтобы учиться. Почему я разделяю эти понятия? Потому что развитие – это твоя задача, а учение – это механизм, с помощью которого ты это делаешь. Это принципиально важно. Теперь я хочу тебя спросить, что такое развитие? Переживание какого-либо опыта и когда делаешь выводы. Он говорит правильно. Получение определенного опыта и его осмысление. Понимаешь ли ты, что такое осмысление? Когда делаешь выводы и меняешь свое поведение. Меняешь свое поведение. Он говорит, в каком направлении? Он говорит, чтобы не совершать похожие ошибки, а чтобы жить более гармонично. Ошибки ты все равно будешь совершать. Любое существо по жизни делает ошибки, поскольку совершенно делать все постоянно практически невозможно. Практически все существа связаны с ошибками. И ошибки дают возможность определить то, что нужно усовершенствовать и что не нужно повторять. Но важны не ошибки, а умение жить в гармонии. Все, что ты делаешь, ты делаешь для того, чтобы эволюционировать. То есть превратить свое сознание в более тонкую, в более совершенную форму. Набрать тех или иных качеств, которые необходимы для того, чтобы обладать этим качеством совершенства. Чтобы получить это качество, ты должна пройти через определенный опыт. Принять этот опыт, осмыслить, сделать выводы и совершить те усилия, которые позволят тебе не просто не совершать ошибки, а быть более гармоничным. И иметь большие возможности, большее понимание, более тонкое видение. И сделать в конце концов твоей жизни более счастливой. На этом пути у тебя всегда будут определенные сложности. И прежде всего это связано с осмыслением полученного опыта. Поскольку по поводу одного и того же опыта можно сделать совершенно разные выводы. И исходя из этих выводов пойти в совершенно разных направлениях. И поэтому очень важно понять, что эволюция опирается на знания о космосе. То есть об окружающем мире, о существующем мире, о внутреннем мире и о всех остальных. Когда ты представляешь, как построена Вселенная, ты понимаешь, как ты можешь пользоваться понятием эволюции и в каком направлении тебе нужно двигаться. Эволюция говорит о том, что тебе нужно изменять себя от простейшей формы до цельной и более совершенной. Но чтобы этим заниматься, должна понимать, что ты в мире можешь делать, а что не можешь. За что ты будешь получать в этом мире позитивные опыты и бонусы. А за что отдавать большое количество ресурсов. И тратить твое время на отработку каких-то простых, возможно даже механических схем. Чтобы получить необходимый, принципиально необходимый для использования опыт жизни. Как на уровне понимания, так и на уровне подсознания, то есть моторики. Так и на уровне более тонкого восприятия той действительности, которая тебя окружает. Видишь ты ее или не видишь. Я немножко тебе расскажу о строении Вселенной. Чтобы ты поняла, что действительно себя представляет мир и куда нужно двигаться. Как и всякий человек, у тебя есть свои представления. И они частично верны, а частично ты заблуждаешься. Самое важное, что ты должен знать, что мир это некое цельное создание. И оно не разделено ни в каких пропорциях. Исключение составляет в том, что существует мир паразитических существ. И мир существ, которые идут по пути развития. Мир разделяется на примитивные формы жизни, сознательные формы жизни и высшие формы жизни. У всех из них одна задача, за исключением представителей паразитического мира. Они не развиваются, и хотя обретают некоторые качества и некоторые возможности, в непосредственном развитии они не движутся. Существо, живущее по паразитическим принципам, развиваться не может. Так была создана эта система, и ничего нельзя изменить в ней, не изменив сам принцип паразитизма. Существо, пока является паразитической системой, блокирует свое развитие. Сама паразитическая система была создана для того, чтобы создавать для вас трудности, и через преодоление этих трудностей вы могли бы учиться. То есть любое знание, которое не отработано на собственном опыте и в столкновении с какой-то дилеммой, не становится твоим переживанием и твоим внутренним качеством. То есть через это переживание нужно пройти. И чтобы через него пройти, должна была быть создана ситуация. Когда сознание людей очень высоко, люди создают себе несложные задачи сами, сами их проходят и сами совершенствуются. Но тогда, когда недостаточный уровень сознания, приходится сталкивать человека с какими-то жесткими проблемами, и, проходя через эти проблемы, человеческое существо, или любое другое, поскольку существует много форм жизни, не только человеческая. Через столкновение с этими проблемами идет эволюция. Правда в том, что вам нужны потенциально паразитические системы, ограничиваются тем, что они нужны только для того, чтобы вы не спали, и вы стремились к обретению чего-то большего и лучшего. Но сама по себе эта система для вас опасна, и любое слияние с этой системой ведет вас к разрушению. Это то, ничего нужно бояться, но то, чего нужно понимать, что это существует для того, чтобы вас двигать, но не для того, чтобы в какой-то системе входить с ними в резонанс и пытаться получить от них какой-то ресурс. Никакой ресурс, полученный от паразитической системы, никогда не шел человеку на пользу. Мир – это некая цельная система, поскольку тогда, когда Творец существующей Вселенной создал ее, он для вас подготовил несколько возможностей. Первая из этих возможностей – это возможность эволюции. И чтобы по этой эволюции идти, он создал для вас существующую Вселенную. В этой Вселенной много разных форм жизни, много параллельных пространств, много возможностей и много сложностей. На каждом уровне развития, в каждом слое Вселенной, для каждой формы жизни, уровень эволюции, сложность опыта и возможность его прохождения, серьезно отличаются друг от друга. Кроме одного единственного принципа – вы должны преобразовать простейшую элементарную форму в более организованную, более цельную и более утонченную по качествам. В этом проявлении все существа в разумном мире, обладающие светлым потенциалом и подпитываемой чистой божественной энергией, идут по одному и тому же принципу в одном и том же направлении. Весь мир – это целый живой организм. Вся Вселенная. Эту целостность и эту жизнь можно чувствовать. Тогда, когда твои чувства полностью откроются и восприятие станет цельным, ты почувствуешь, что между тобой и окружающим миром нет барьера. Это особое переживание, и просто мои слова об этом почти сейчас для тебя ничего не значат. Но когда ты получишь этот опыт, ты поймешь, что есть то, что можно делать, ты поймешь то, что нельзя делать, и есть то, что просто бессмысленно делать. Когда ты понимаешь, не просто понимаешь, а переживаешь каждую секунду своего существования, что есть мир и что в этом мире есть ты, у тебя нет сомнений по тому, в каком направлении двигаться и что стоит делать, а что не стоит. Живое существо окружающей Вселенной наполнено не только огромным количеством живых существ разных форм жизни. Например, неорганическая форма жизни, живущая, например, в кристаллах, минералах, либо в других веществах на небелковой основе и находящихся в другом частотном диапазоне. Также существуют существа, живущие в органическом белковом мире, но не обладающие таким сознанием, например, как люди, и способные обмениваться информацией на уровне полевых систем. Например, к ним относятся растения и некоторые виды животных. Ну, простейший вид. Ну, и даже, говорит, к ним можно причислить, например, насекомых. Хотя и часть насекомых не относится к светлому миру и носит паразитический принцип. Ну, как и все остальные насекомые, они имеют свою задачу и также стимулируют всех остальных развиваться и выполнять ту функцию, для которой их создали, и помогают им двигаться в своей эволюции. Формы жизни во Вселенной, исходя из своего уровня осознанности, составляют собой некий определенный конгломерат. То есть, объединяясь вместе, они могут иметь коллективное сознание, коллективный опыт и более тонкое и глубокое знание Вселенной. На высоких планах сознания существует некое единство, и каждое существо может получить помощь, задать вопрос, обменяться тем или иным опытом, либо попасть в ту или иную область пространства, где ей помогутся для самореализации. Но, говорит, это происходит тогда, когда сознание выходит на определенный высокий уровень развития, и это возможно. Тогда, когда это сознание не нанесет ущерба окружающим, исходя из собственных амбиций и собственных целеустремлений, которые могут быть в конфликте с интересами окружающих. Есть тот уровень сознания, на котором конфликта между сознающими существами в принципе уже не существует. Существует понятие учебы, понятие уроков и уровень движения по пути эволюции, но самого конфликта как такового в принципе не существует. Прежде всего, не существует потому, поскольку не существует принципиальных барьеров. И эти существа чувствуют некое единство между самим собой, как будто бы они частички одного и того же большого организма, имя которому Вселенная, природа, Бог, жизнь, либо как-нибудь по-другому. Рано или поздно каждое существо в примитивной форме стремится к этому состоянию, к этому уровню сознания. И твоя дорога точно такая же. Были сознательные существа, которые изначально были созданы уже высокоразвитые. Их было меньшее количество, но так всегда, чтобы система работала, должны быть те, кто помогают этой системе работать, развиваться и функционировать. Это означает, что высшие формы сознания помогают более низшим формам сознания развиваться и создают для них условия. Бог не делает все как бы сам своими собственными руками. Есть те, кто являются его духовными составляющими, и через их руками он творит эти формы сознания, творит процесс эволюции и сам процесс обучения. Ну, вот, уроки или все то, что с ними связано. Всякая вселенная пронизана определенными каналами связи. И чем более тонкий человек, тем более тонкий канал связи он может использовать. Чтобы использовать тот или иной канал связи, человек должен обладать, человек или любое другое существо должно обладать теми или иными полевыми оболочками. Например, у человека есть семь основных оболочек и шесть дополнительных. Семь основных оболочек говорят о том, что человек находится на земном уровне сознания, то есть, планетарном уровне. Если начинает развиваться восьмая оболочка и достигает определенного уровня развития, человек выходит на космический уровень развития, то есть, он становится частично богочеловеком, то есть, получает те способности, которые ваши предки приписывали богам, то есть, существам более высокого уровня развития. Хотя, это более тонкое понятие, и то, что называется богами в одних культурах и в других, имеет разное значение. Мы называем божественным определенный уровень сознания, когда оно не имеет дефектов и способно творить разумность сознания с помощью собственного воли проявления. На каком-то этапе мы можем называть богочеловеком уже того, кто живет на высоких понятиях и не способен заниматься разрушением, исходя из собственного эго. Когда эта ситуация приходит, человеческое существо становится богочеловеком. Независимо от того, является его сущность женской природой, мужской природой, либо уже вышла за пределы полов. Такое тоже может быть. Вселенная, говорит, наполнена некими каналами связей, с помощью которых сознание обменивается информацией друг с другом. Чем более тонкое существо, тем более тонкий и более мощный канал, и возможности получения информации по этому каналу, более глобальной и более наполненной как качеством, так и уровнем совершенства. То есть, когда при минимальных затратах и при минимальных усилиях можно получить огромное количество информации, исчерпывающей тот или иной вопрос, или ту или иную задачу, которую необходимо выполнить. У человеческого существа существует энное количество полевых оболочек. Их можно называть энергетическими, их можно называть духовными, их можно называть тонкими телами, которыми обладает человек. Это не принципиально. Их можно даже разложить по электромагнитной сетке и придать числовое значение, например, в плане частоты для каждой из них. Предположим, от нескольких сотен герц до нескольких величин с огромным количеством нулей. Чем более тонкое тело существует у человека, тем оно более высокочастотное, и тем большие возможности дает человеку. У человека большее количество тонких полей, чем они более сильно развиты, тем больше не только способностей есть у человека, но и обязанностей, и ответственности. Чтобы уметь общаться на более тонких планах, чувствовать Вселенную, ее законы, общаться с живыми существами, даже без помощи мысли, необходимо, чтобы эти оболочки работали, и чтобы они имели возможность жизнедеятельности, опирающейся на некую матрицу. Матрицей сознания является душа, которая получает от Бога специальную энергию через определенного посредника, который также имеет божественную природу, и которые делают основной задачей для человека переработать эту базовую энергию на более тонкую, более высокочастотную. Чем больше эффективнее работает человек, тем больше его результат, тем он этой энергии получить может больше. Он получает эту энергию не только за самореализацию, но и за помощь окружающих, ту помощь, которая действительно нужна, и которую он имеет право оказывать. Дело в том, что есть та помощь, которую ты можешь осуществить, и есть то, что тебе делать нельзя, даже если ты хочешь. Ты можешь помогать не всем, а только тем, кто в этой помощи нуждается и имеет на нее право. Это более тонкое понимание, и оно будет приходить тогда, когда ты с ним будешь сталкиваться. Но это понимание тоже важно. Те тонкие оболочки, которые у тебя существуют, они похожи как на матрешку, и наслаиваются на твое физическое тело, имеют в определенном диапазоне видения свой цвет, свой вкус, свои ощущения, и дают определенное тонкое переживание действительности. Например, твое эмоциональное тело, твои эмоции – это тоже одно из этих тел. Когда оно доведено до совершенства, внутри тебя чувство наполненности, гармонии и переживания счастья. Еще на более высоком уровне – это потрясающая чистая наполненная пустота, настолько чистая и глубокая, что ты можешь воспринимать себя висящую в огромном космосе. Это глубокие и тонкие переживания, до уровня которых можно перевести твое астральное тело. Астральное тело имеет более сложный диапазон, и оно начинается как от ощущения энергетики, и заканчивается очень тонким переживанием окружающего мира. Когда оно достаточно развито, для тебя не существует отрицательных эмоций, и не существует того, к чему ты эмоционально относишься плохо. Ты видишь лишь составляющие мира, те, которые для тебя опасны, те, которые для тебя полезны, те, которые являются стимулом для твоего развития, и то, к чему тебе нужно стремиться, и то, что тебе нужно избегать. Ты просто константируешь ситуацию, но не выражаешь эмоциональных реакций по этому поводу. Идеально развитое астральное тело не стимулирует эмоции, а оно лишь способность воспринимать окружающий мир. И эта способность стоит того, чтобы больше не использовать эмоции. На определенном уровне развития эмоции необходимы. С помощью них вы резонируете с окружающим миром, получаете ответную реакцию и что-то осмысливаете. Но это необязательное явление, оно нужно только на определенном уровне развития, пока вы не достигли определенного качества и не способны это преобразовать. Это относится и ко всему остальному. И к твоему физическому телу, и к твоему телу мыслей, или к ментальному телу. И к тем некоторым промежуточным оболочкам, которые, например, называются эфирные, и многие другие. На самом деле таких тел очень много. Существуют поддиапазоны, между диапазоны, и существуют какие-то основные точки, на которых ты их можешь распределять. Твоя задача, как существа, научиться эти вещи видеть, различать, нарабатывать, очищать. И с помощью них не просто двигаться по эволюции, но преобразовывать свое сознание из более простой формы в более совершенную, в более цельную, в более гармоничную, в более всеобъемлющую. Как у женщины, у тебя есть задачи, например, касающиеся физического тела. То есть ты должна содержать свое физическое тело в состоянии гармонии. То есть в состоянии здоровья, в состоянии развития, и возможность преобразовывать его в более тонкую биологическую форму. Например, идеально здоровый человек – это тот человек, который может не стареть. И хотя у вас есть такое понятие, что все живые существа проходят цикл, то есть от рождения до смерти, это неполное понимание биологического цикла. Когда физическая материя доходит до высшей формы развития, то есть достигает той точки, на которой она уже граничит с более тонким телом. И она не имеет никаких изъянов, имеет достаточную мощность, правильную частоту. И идеально резонируется с окружающим миром, она лишается качества разрушения. То есть она может самоподдерживаться и обладает там качеством вечности. Это не является принципиальной задачей твоей по эволюции. Но ты должна знать, что у каждого физического тела есть как минимальные возможности, так называемые нормы и так верхняя совершенная ступень. Например, на физическом смысле это бессмертность физического тела, когда физическое тело способно поддерживать себя в состоянии вечной молодости и абсолютного здоровья, независимо от того, в каких условиях она находится, если это условия допустимые для существования физического тела, и независимо от того, какой ресурс она использует. То есть она способна преобразовывать любой ресурс, который получает ту форму, которая ей нужна для жизнедеятельности. В принципе, физическое тело может питаться энергией, то есть не перерабатывать какие-либо продукты. Это высокая форма существования физического тела, но она возможна только тогда, когда работают и другие тонкие тела и помогают это осуществлять. Когда такая форма физического тела уже реализована, это считается богочеловеческой формой физического тела. Обычно и обладают те люди, которые в своем сознании очень приблизились к этой форме эволюции. За физическим телом существует, например, еще эфирное тело, которое имеет абсолютно все живые объекты, включая минералы и другие формы жизни. То есть как самые простейшие, так и самые сложные в биологическом мире. Эфирное поле зависит от того, каким уровнем энергетики, какими частотными характеристиками, то есть насколько тонка структура, которым принадлежит само эфирное тело. То есть оно держится, оно опирается на физическое тело, и благодаря той энергии, которая через него проходит, может быть большим, меньшим, иметь более тонкую частоту или более меньшую частоту, быть большим и в своем диапазоне восприятия, например, достигать некоторого количества сантиметров, дециметров или даже, в принципе, метров, если здоровье и определенные качества развисят определенного уровня. Таких людей, правда, мало, и мало кто стимулирует развитие эфирного тела до такого уровня. Но это, в принципе, возможно. Уровень эфирного тела говорит о том, какое количество биологической энергии у живого существа есть. Чем больше эфирное тело у существа, тем больше у него здоровья, и тем оно более жизнедеятельно, и тем больше у него шансов не просто для выживания, но и для того, чтобы на физическом плане создавать биологическое потомство с высоким уровнем выживаемости и с большими возможностями на уровне биопотенциала. За эфирным телом идет астральное тело. Ее обычно связывают с телом эмоций. Но эмоции – это только один из них слоев. Есть другой слой, который называется энергетикой или ощущение энергии. Есть еще более тонкие слои, которые, хотя и связаны с ощущениями, но на самых предельных уровнях дают такое переживание, которое вы, человечки-существа, даже не станете называть эмоциями. То есть это очень тонкое восприятие окружающего мира, которое создает вас впечатление, и оно настолько поднимает вас на уровень блаженства и гармонии, что у человека нет каких-либо интересов, например, связанных с развлечением или с получением дополнительного позитивного опыта. Диапазон астрального тела достаточно большой, и мало кто из людей на самом деле выходит с уровня ощущений, то есть с уровня эмоций. Каждая эмоция – это энергетический посыл, либо энергетическое поле. Исходя из того, в каком эмоциональном состоянии находится человек, неважно, мужчина или ты женщина, то поле вокруг себя он создает. Это поле может гармонизировать пространство, быть для него нейтральным, быть потенциально опасным, либо быть принципиально опасным, и ровно настолько, что окружающий мир начинает ставить человека в жесткие условия. Этим телом можно управлять, если тренировать им. Любое из тел, которым обладает человеческое существо, может быть наработано и доведено до совершенства. Как физическое тело, эфирное тело, астральное и все другие – это область для тренировки. И с помощью знания, с помощью понимания, целенаправленного стремления и личного волевого выбора она может быть доведена до такой формы, которая свойственна высокого неурния сознания и приближает разумное существо к божественному уровню. Не бывает высокоразвитых существ с серьезными нарушениями как в полевых оболочках, так и в физическом. То есть на физическом плане, если существуют определенные проблемы, то развитое существо либо их быстро исправляет, либо ищет себе новое тело. Существование тонкого сознания в больных и разрушенных оболочках очень затруднительно, поскольку высокоразвитое сознание не может существовать в загрязненных, разрушенных либо деградирующих оболочках. Нельзя поместить электрический разряд в очень маленький объем, так как нельзя поместить, например, куриное яйцо в наперсток. Это, говорит, не совсем одинаковые вещи, но принцип один и тот же. Умение и возможность управлять астральным телом говорят о том, что, например, существо выходит на некий следующий уровень сознания и переходит от состояния сознания разумного животного к состоянию человеческому. Как только человек овладел своими эмоциями и может им как минимум управлять, он превращается от разумного животного в человека. С этого уровня начинается уровень сознания, называемый человеческим. Это, говорит, не последний уровень сознания, поскольку, идя дальше и переходя, говорит, на уровень ментальный либо на уровень мыслительной деятельности, человек получает определенные способности, начиная с того, что он может мыслить ясно и понимать суть всех очень тонких и глубоких вещей, обрабатывать информацию за очень, говорит, краткие доли мгновения, и более того, не просто так перерабатывать, но и получать более сложную информацию, а точнее более цельную, если говорить языком, ну, принципиальным языком. То есть тогда, когда человек может понимать любую истину и применять ее в собственной жизни, исходя из своего тонкого понимания. Когда человек развивает полностью ментальное тело, он выходит как бы на некоторый следующий уровень развития и получает дополнительные способности. Такой человек уже может знать, может получить такую информацию, которая позволяет ему управлять не только своим физическим телом, но и окружающим миром, и в некоторой степени окружающей природой. Такие люди уже способны целенаправленно лечить окружающих, и не просто лечить их биологически, но изменять их сознание. Когда ментальное тело, тело мысли доведено до совершенства, то есть человек может останавливать свой внутренний диалог, то есть он говорит, ни о чем не думать, не мыслить. Он способен переходить в свое восприятие на более тонкие диапазоны, где информация приходит с большей четкостью, с большей частотностью, несет больше информации, более легка для усвоения, и способна дать человеку большие возможности как для реализации в окружающем мире, то есть во внешнем, так и во внутреннем. Если работать с астральным планом, с миром эмоций, легче женщине, в том смысле, что у нее этот мир более развит, то работать с ментальным телом легче мужчины. Хотя каждый человек индивидуальность, и нельзя судить о человечестве в целом, но существует общая тенденция, о которой сейчас идет речь. Умение обладать ментальным телом бывает иногда развито, а умение обладать астральным телом не до конца. Такие люди имеют определенные, например, возможности, то есть могут руководить другими людьми, но из-за неумения контролировать свои эмоции, совершают сложные ошибки, которые приводят к болезням и нарушениям. Это вроде того, как большой корабль, но с дырками, большой мощный корабль, но с дырками по борту, через которые может попадать вода и ставит его в сложную ситуацию. Поэтому, занимаясь самосовершенствованием, эволюцией, нужно нарабатывать все эти тела последовательно и целенаправленно. Мужчина или женщина, достигнув баланса и гармонии астрального тела, ментального тела, получает возможности быть разумным и приближается к уровням богочеловека. Я имею в виду богочеловека вне зависимости от пола. Богочеловека может быть как женщина, так и мужчина. На определенном уровне сознания остается только восприятие, и существо не воспринимает себя как женское, либо как мужское. За исключением некоторых вещей, к которым оно склонно. То есть, склонность к получению того или иного опыта. Существо, достигшее уровня гармоничного развития астрального тела и ментального тела, ну, разумеется, и всех более низких тел, то есть, эфирного и физического, имеет определенные возможности и определенные полномочия в окружающем мире. То есть, он имеет право, он или она имеет право давать знания окружающим, отслеживать им и оказывать на них определенное влияние. Пока эти тела не развиты, на тонком плане человек, то есть, на принципиальном существующем, по мировым законам, по вселенским законам плане, человек не имеет права учить других, пока эти тела у него не развиты. Человек, который не способен контролировать свои эмоции, не может учить, как правильно себя выражать по отношению к окружающим, поскольку сам не может это делать нормально. Учить может только тот, кто достиг определенного уровня и может поделиться опытом. Человек, достигший умения контролировать свое сознание, по крайней мере управлять своим ментальным диалогом, может научить иметь большие полномочия, чем человек, обладающий своим чувствами. То есть, он может научить человека целенаправленности. Человек, отработавший эти оба тела до совершенства, может научить людей управлять своими эмоциями, своим астральным телом и ментальным телом мысленным процессом ровно настолько, что он перестает быть животным существом и может создавать пространство вокруг себя на таком уровне, что окружающий мир будет подстраиваться под его энергетику и гармонизировать с его замыслами, позволяя человеку жить в окружающем мире, ничего не разрушая. Выходя в более тонкие тела, например, в тонкое ментальное, либо казуальное, человек получает связь с более тонкими мирами и получает ту информацию, которая позволяет ему изменять окружающее пространство, исходя из собственной воли. Вплоть до того, чтобы материализовывать объекты, например, выращивать растения по своему волеизъявлению за короткие сроки, вызывать какие-то природные явления, общаться, например, с душами планет, душами Земли, с душами звезд, получать информацию от ангелов, божественных существ, либо кого-либо еще. Вплоть до того, чтобы материализовать те объекты, которые ему нужны для жизни, а не пытаться переработать один материал на физическом плане, вручную, чтобы создать другой. Чем дальше вы уходите по пути эволюции, тем больше возможностей вы получаете. На каких-то уровнях вы получаете возможность телепортации, телепатии, материализации своих замыслов не путем затрата ресурсов, а путем выражения воли. Это длинный путь, и это путь эволюции в общем смысле. Вселенная создана как цельное существо, и за каждую область Вселенной отвечает то или иное существо высокого уровня сознания, которого контролирует и курирует тех, кто в нем присутствует. Богом дана свобода для всех существ, как для разумных светлых, так и для паразитических, которые, хотя обладают сознанием, но ведут себя неразумно. Дана возможность идти путем собственного понимания и путем собственного выбора. Все светлые существа никогда не воздействуют на волю человека, лишь показывают ему направление, в котором нужно двигаться, и помогают увидеть собственные ошибки. Когда сознание достигает более высокого уровня, человеку даются более сложные поставки, подсказки и более точные технологии, или, как говорится, более конкретные и более просто применимые ключи. Земля, на которой вы живете, наполнена оброванным количеством сущностей. Одно из этих сущностей высокого уровня сознания является ангелами. Это тот, кто с тобой, как говорит, обладает определенным уровнем сознания. И благодаря тому, что он им обладает, он видит в тебе то, что в тебе происходит, включая те процессы, которые ты еще не контролируешь и не понимаешь. Я, кроме всего прочего, как тонкое существо, могу видеть будущее, твое прошлое, на то, что ты потенциально способна, и то, что тебе необходимо доработать себе, чтобы стать более совершенной. Я вижу твои склонности и те ошибки, которые ты можешь совершать, когда у тебя не хватает понимания, не хватает видения, собранности, либо целенаправленного проявления воли. Исходя из этих возможностей, я могу тебя направлять. Но, как и всякое светлое существо во Вселенной, согласно одному из самых важных законов космоса, я не имею права воздействовать на твою волю и делать за тебя выбор. В связи с этим мы практически никогда не даем своим подопечным, непосредственно людям, готовые советы. Мы даем им направление, в котором ему нужно двигаться, и корректируем их выбор. То есть, помогаем им более тонко и более четко видеть направление, которое нужно выбрать, и стимулируем их сделать правильный выбор. То есть, совершаем усилия, не влияя на волю человека, а влияя на его осознанный выбор. Моя задача именно такая. Тогда, когда человек дошел до определенного уровня развития, он имеет право на получение определенной информации. Тем более осознанный и честный человек, то есть, честен по отношению к себе, к себе самому и к окружающим, либо, можно сказать, к Богу, тем большее количество информации, более глубокое, способный воздействовать не только на свое собственное сознание, но и на окружающий мир он может получить. Чем выше ты, приближайший к Богу человеку, тем большее количество знаний, технологий я могу тебе потенциально дать. И не только я, но и те сущности, которые работают в те или иные направлениях и могут тебе эту информацию передавать. Человек может работать не только как ангел-хранитель, но и огромное количество сущностей. Я имею в виду сущности светлого плана, которые также могут передавать технологии, знания, курировать некоторые процессы и даже делать такие вещи, которые люди называют чудесами. Например, мгновенно вылечить человека. Есть такие системы в большом космосе, которые имеют на это полномочия. Я, например, на это полномочия не имею. Но я имею полномочия оказать человеку помощь, и в некоторых случаях даже энергетическую.